Всем привет! Сегодня я буду продолжать пробовать акрил. И сегодня это акриловые краски художественные от фирмы Брауберг. Я не знаю, у них есть какое-то другое подразделение или что, потому что у них есть Брауберг Арт, а есть просто Брауберг. И под этим логотипом товары как будто более канцелярские, а Брауберг Арт, естественно, как будто больше направлены для художников. И хоть мне не очень зашла эта техника сначала, когда я пробовала акрил от Royal Talens, я решила попробовать еще одни акриловые краски. Здесь 18 цветов по 12 мл. Такая ничем не примечательная коробочка. Красивый фиолетовый цвет. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть цвета, которые нарисованы не совсем понятно. Могли бы еще помельче сделать, чтобы совсем ничего не было видно. И обводку потолщит. Хотя вот, ну, можно было вот такой квадрат хотя бы с цветом сделать. Ну да ладно, таким холопом и так пойдет, видимо. Значит, что нам обещают? Яркий, насыщенный цвет, быстрое высыхание. Спасибо большое. Не меняют цвет при высыхании. Посмотрим, как не меняют. Отличная укрывистость. На это особенно посмотрим. И светостойкость. Ну, светостойкость. Не знаю, интересна вам вообще светостойкость или нет. Я просто не рисую какие-то супер картины на выставке, чтобы меня волновала светостойкость. Разбавляются водой. Спасибо большое. Влагоустойчиво после высыхания. Подходит для любых художественных техник. Конечно же, высшее качество для художников любого уровня. И начинающих, и студентов, и дизайнеров, и архитекторов. Ладненько. Коробка выглядит большой, добротной. Давайте открывать, смотреть, что там внутри. Коробка выглядела лучше. Ладно. Давайте это откроем. Стоит ли говорить, что это выглядит, как тюбики с зубной пастой? Хотя они не пластиковые. Слушайте, они металлические. Интересно, интересно. И колпачок этот вроде бы удобный. Удобно открывать. Ммм, они еще и запаяны. Вот это да. Мы будем очень долго их открывать. Ну, то, что это не просто пластик. Мне пока даже нравится. Давайте тогда будем выкрашивать. Я решила начать сразу с черной краски, чтобы нарисовать полоски, на которых я буду делать все выкраски остальных. Хорошо, что на этих крышках есть вот эти протыкатели, которым можно открыть тубу с краской. Потому что туба такая стандартная, металлическая, запаянная. Продолжаем. 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 итак у нас получилась вот такая выкраска тут еще чуть-чуть досыхает но в общем что мы здесь видим во-первых белила титановая выглядит белыми не сильно тут желтят но чтобы все перекрыло перекрыла черную линию наверное придется несколько слоев накладывать возможно возможно даже три слоя потому что нанести краску так чтобы кисточка сама опять не стерла при повторном нанесении этот слой немножко тяжеловато у них здесь есть только номер цвета и название не про такие элементы и остальное состав что тут намешано речи конечно же не идет следующая лимонная желтая сами видите я тут пыталась наложить довольно много и все равно очень прозрачная следующая краска это желтая средняя тоже максимально прозрачная но сами цвета выглядят неплохо хотя может лимонная не совсем лимонная ну да ладно следующая у нас это охра желтая тоже довольно прозрачная и если допустим взять желтые краски и здесь цвет на тубе совпадает практически с цветом на выкраске то охра не совпадает вообще здесь она кажется какой-то как будто бы даже оливковой а здесь она прямо такая охра охра ну как такая стандартная желтая охра почему здесь ладно не важно следующее это у нас оранжево-желтая ну здесь тоже почти похоже чуть-чуть темнее здесь цвета здесь он яркий и тоже прозрачный следующее у нас красное светлое по цветам она выглядит как будто самая теплая но она здесь довольно холодная в общем не не совсем получится ориентироваться на цвет тубы только прям приблизительно ну чтобы вместо там синего и желтый не взять только в таком случае по оттенкам ну вот сами выглядит более теплым а здесь он более холодно хотя ну скарлетт вроде как он и должен быть более холодным дальше киноварь или вермион по сравнению с этой туба он выглядит как будто холоднее или просто темнее но здесь мы видим что он посветлее и более теплый и наносилась много странно а уже вот это клинзом красная темная она гораздо лучше наносилась и я думала она будет более укрылистый но мне кажется это кажущийся эффект за счет того что она просто темная ну в общем выглядит даже красиво более-менее похож на выкраску но если наложить плотным слоем наверное так будет похож хотя здесь все равно похолоднее следующий саб грим травяная зеленая ну тут прям очень прозрачная надо было наверное конечно да попробовать их наложить вторым слоем хотя бы одним вторым смотреть но он плохо накладывается как правильно накладывать эту краску вторым слоем потому что если мазюкать как обычно вот так чик 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 то она сверху никак не наложится она просто проскользнет и краска где-нибудь в другом месте окажется вот чтобы толстый слой прям на линию нанести посмотреть перекрывает или нет это уже задача давайте мы с вами попробуем быстренько это сделать и продолжим смотреть накладываешь огромную гору краски кажется что она сейчас все перекроет будет чудесно а потом случайно проводишь второй раз и все пропало ну и плюс такой толстый слой он еще должен как-то высохнуть просохнуть по моему это получается странное рисование если надо все время накладывать вот настолько густо краску чтобы она там просто ничего ладно тенденцию мы поняли что вашу остальные в общем травяная зеленая здесь опять-таки более темная здесь салатовый какой-то даже дает следующие две краски просто что-то с чем-то берет у новая зеленая ну понятно что здесь темнее в миллиард раз чем чем здесь и здесь ну обычная зеленка довольно таки похоже на берегу новую здесь она прям такая изумрудная в тубе все окей прозрачная конечно может быть слегка темновато не знаю или нормально вот но следующая вот следующая прям самое интересное потому что написано что это стала green зеленая фаце но она вообще выглядит не как фаце выглядит как вот это вреду новая зеленка и внутри ну то же самое то есть это не от воздействия воды и воздуха как будто я не знаю это какой-то брак ли это так надо но возможно она накапливает чуть-чуть потемнее даже не знаю есть ли тут хоть чуть-чуть теплого миллиграмм но она вообще не такая темная как нарисована здесь и не такая теплая практически такая же короче два одинаковых цвета следующая краска и цирулиум цирулиум мне даже почти понравился хотя здесь он в какой-то фиолетовые уходят а здесь нет он конечно не такой светлый как наверно должен быть но он такой какой-то все равно серо-голубой и довольно укрылистый то есть здесь вполне достаточно второго слоя чтобы перекрыть вот эту черную линию и за все это время это первая укрыстая краска поэтому она мне больше всего понравилось ну и выглядит неплохо следующая ультрамарин здесь вообще выглядит просто каким-то фиолетовым здесь естественно выглядит ну похоже на ультрамарин до такой синий с небольшим фиолетовым оттенком очень прозрачная пока что второй слой и наносится нормально даже хотя нет я вот это стерла ну она все равно прозрачная я не уверена что второй слой может прям перекрыть не только если прям кусок накладывать а вот рулю он вполне себе может перекрыть следующая голубая c ну здесь тоже не как c скорее как там берлинская лазурь но внутри похоже на фице это правда здесь она как будто грануляцию какую-то от воды выпала это нормально с акрилом может быть из-за того что она темная кажется что она перекрывает линию может быть и правда перекрывает не очень видно следующая фиолетовая средняя ну довольно похож цвет с тем что получилось на выкраске и этот цвет еще один из укрывистых возможно этот цвет похож на какой-то белильный цвет на самом деле то есть он как будто не просто фиолетовый а вот именно с такой светло фиолетовый с белилами и вот здесь очень похоже на то как какой-нибудь синий голубой смешали с белилами и получился вот такой плотный укрывистый цвет не знаю различается ли у них состав возможно различаются потому что вот эти две прям такие укрывистые а остальные довольно прозрачные прозрачные цвета тоже могут быть красивыми конечно и прозрачными цветами можно работать лисировками все такое нам обещали вроде укрывистость а из укрывистых тут вот сиена жены это пока что более-менее третья краска хотя они настолько укрывистая как фиолетовая и рулем сиена жены здесь выглядит тоже вообще чуть ли не как какая-то бронза на самом деле а здесь такая теплая красно-коричневая то есть тоже вообще ноль попадание следующее у нас умбра жены вот казалось бы умбра жены это больше подходят туда а сиена и сюда умбра жены как вы думаете на что похоже не положили она на все остальные жены и умбры из их красок акварельных и гуашевых самом деле второй слой выглядит поживее и получше чем первый потому что первый похож на обычные цвета которые у них есть в той же самой акварели например то есть какой-то серовато-коричневый цвет и давайте я вам покажу поближе чтобы вы могли насладиться всеми этими цветами посмотреть на все их свойства какие прозрачные как они наносятся полосятся какие два похожих зеленых и давайте я к вам вернусь позже но уже не с пустыми руками а с палитрой для акрила и для начала я решила смешать основные цвета посмотреть как будут выглядеть смеси в общем оранжевый зеленый мне понравились фиолетовый конечно же вообще никакой хорошо что он есть в наборе и серый у меня не очень получился полосящий акрил на выкраске меня не очень вдохновлял поэтому я решила сделать для начала пробный рисунок а там уже решить буду ли я делать какой-то большой мой небольшой быстрый рисунок которые я рассчитывала сделать минут за 20 максимум каким-то образом вылился в полтора часа после которых я уже боялась сделать какой-то большой рисунок более-менее нормальный потому что иначе я сидела минимум часа три и прорисовка всех этих деталей акрилом которые надо наслаивать друг на друга плюс я еще пытаюсь смешивать цвета ну я думала я не буду делать и так как последнее время в моих рисунках прослеживается осенняя тема всякие листики и физалисы тыковки все дела то я решила все таки потратить еще полтора часа на тематический рисунок угадайте с трех раз с чем связанный что я могу вам рассказать о своем опыте после вот этого рисунка мне в какой-то момент даже понравилось работать акрилом несмотря на то что меня смущает несколько моментов во-первых прозрачность несмотря на то что нам обещали отличную укрывистость укрывистость я подразумеваю что имелось ввиду непрозрачность или что имеется ввиду под укрывистостью укрывает разные материалы что это и в связи с этим у меня конечно есть несколько вопросов во первых почему нельзя сделать белила более плотными потому что я увидела прическу которая мне не понравилась я решила скорректировать форму и мне пришлось нанести просто миллиард слоев они тут все криво ложились растекались и все равно видно контур предыдущий что мне конечно не очень нравится белый цвет мне хотелось бы видеть гораздо плотнее а из таких плотных укрывистость здесь только цирулиум фиолетовый черный может быть из сиены и умбры какой-нибудь еще но остальном они довольно прозрачные вот это прозрачность цветов накладывает некие особенности то есть даже если мне нравится вот такой эффект тут забора что он там вроде полупрозрачные есть различные оттенки то темнее то светлее и даже от кисточки сохраняется какая-то фактура от того вот в каком направлении ведешь кисти как волоски распределяют эту краску это все даже забавно но это все и довольно единичные случаи в остальном ощущение что надо работать как с акварелью то есть вот у меня почти похожий алгоритм был с тыквами когда я сначала сделала желтый цвет потом нанесла оранжевый потом потемнее оранжевый потом покраснее потом чуть-чуть еще темнее еще фиолетивее и вот так более-менее что-то вырисовывается а когда я захотела нанести светлый цвет он уже залез на высохшие слои никак не перемешался и выглядит конечно чуть ли не инородно вообще но в каких-то моментах конечно сверху наложенные блики как вот здесь вот здесь имеют место быть но когда цвет накладывается вот так непосредственно на белую бумагу конечно он выглядит ярче то есть здесь такой желтый яркий только из-за того что он на белой бумаге на другой бы он так уже не светился я сначала думала нарисовать более полноценную работу с фоном и так далее но мне какой-то момент так понравилось на белом фоне что я решила дальше ничего не дорисовывать это прям так органично все осмотрелось и теперь я еще думаю что ничего из этого так бы не осветилась если бы я захотела сделать какую-то даже просто подложку темно-серую как я хотела сделать изначально и такая иллюстрация мне напомнила картинки или клип арты которые можно было бы найти на каких-то стоках и я подумала что акрил подошел бы для того чтобы рисовать вот такие иллюстрации которые впоследствии можно отсканировать ну я уже не говорю о том что загрузить на стоки в данный момент это скорее всего не лучшая идея и мне понравилось что акрил можно как-то фактурно пастозно наносить то есть вот эти листья они вроде бы прозрачные но за счет нанесения когда кисточка надавливаясь на бумагу расширяется и по бокам оставляет вот эти вот валики из краски это выглядит интересно и придает какой-то глубины рисунку и он выглядит более материальным из-за этого как будто эти листья и правда здесь вот так лежат друг на друге а и не просто это какие-то цветные пятна но опять же хорошо это конечно только на белом фоне смотрится и на темном это бы все потерялось скорее всего делать отдельную белую подложку которую не так то просто сделать еще и сверху накладывать уже цвет но это совсем наверное так себе решение ну и в целом я думаю что для иллюстрации такого типа акрил вполне себе подошел кто-то конечно сделал бы это гораздо быстрее чем я и это было бы вообще замечательно мне тоже хотелось сделать это раз в пять быстрее тогда это даже неплохой вариант что-то быстро нарисовать даже может быть по скетчить скетчбуки это быстро все высохло и и все краски довольно яркие это смотрится интересно там сочетание вот эти даже какие-то смеси можно сделать но вот какую-то картину я бы писать не стала конечно картины акрилом делают но это какие-то пейзажи в стиле боба-роса или что-то такое где совершенно не важно что это за материал хотя плюс акрила в том что он как раз таки яркий и не меняет цвет после высыхания а кстати цвет не меняет но такие пейзажи можно делать не только акрилом а вполне себе гуашью темперой маслом но вот реалистичную работу я не очень представляю за счет того что много красок здесь очень прозрачные и очень быстро сохнет то есть если бы я маслом рисовал эту тыкву я бы вот это вот вмешала бы еще даже через неделю после того как тыкву нарисовала ну вот например вот эта картина которую я рисовала маслом мне кажется я и сейчас могу что-то тут смешать да мешать растушевать что-то то есть маслом я представляю как можно нанести все эти слои сделать сложные сочетания цветов переходы и все в таком духе как сделать то же самое этим акрилом я вообще не представляю мне кажется для такой живописи я бы его не рискнула использовать а для таких иллюстрации самое то что еще нам обещали яркий и насыщенный цвет это не обманули цвета действительно яркие и насыщенные быстрое высыхание это тоже не обманули не меняется от при высыхании тоже все цвета они так и остались после того как высохли ничего не поменялось отличная укрыстость и светостойкость вот это уже сомнительный пункт что они понимают под укрыстостью если прозрачность то вообще не укрысто и очень прозрачные за исключением нескольких цветов всего лишь ну светостойкость я уже говорила я ее не проверяю но если вы хотите я могу сделать выкраску напишите мне в комментарии интересует ли вас светостойкость именно этих красок дальше разбавляются водой спасибо что сделали это прям отдельным плюсом и отдельный пункт прям сделали влагоустойчиво после высыхания это так я мазюкала водой пробовал смыть правда не смывается держится все и подходит для любых художественных техник не совсем понимаю что подразумевается под художественными техниками нанесение лессировками или пастозное или что но если в этом плане то да наверное подходит возможно будет тяжело за счет того что они прозрачные но почему бы и нет вот такой обзор получился с вот такой вот картинка и скажите как вам сам рисунок подходит ли он под сегодняшний день и как вы относитесь хэллоуин вообще поддерживаете ли какие-то мероприятия украшательства по этому поводу или нет пишите все это в комментариях мне будет очень интересно узнать также я благодарю всех кто присылает мне донаты благодаря вам выходят эти ролики спасибо вам большое как меня поддержать вы можете найти в описании и всем спасибо всем пока